www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Переходим к следующей нашей рубрике, это интервью, и речь сегодня пойдет о детях, о нашем будущем. Старший эксперт департамента политики в сфере детей и семьи Минблаго Максим Иванов. Доброе утро с нами. Доброе утро. И редактор журнала «Маминю Клубс» Александра Новых. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Напоминаю, телефоны нашего прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. Две прямые линии. Пожалуйста, звоните нам прямо с самого начала, какие вопросы вас интересуют. И пишите нам также. У нас есть видеочат на портале Микс Ньюс ЛВ. Там можно видеть прямую видеотрансляцию студии и там же сразу задавать тоже вопросы или какие-то ваши замечания, предложения тоже озвучивать. Ну, а мы, может быть, начнем с того сначала, не с того вопроса, по которому мы вас позвали. Это вот тот вопрос, что обострилась опять дискуссия, там, как с нянями быть в обществе, да, вот каждый там и политические партии выдвигают свои предложения, и общество что-то говорит и так далее. Вот, а для начала давайте, может быть, что мы вообще вот в 2013 году для детей, для наших, для семей с детьми сделали хорошего? Вот, может быть, господин Иванов сначала, да? Ну, в 2013 году было реализовано достаточно много мероприятий в данной сфере. Ну, он еще идет этот год, так что еще и будет что-то. Да, и они будут также продолжаться реализовываться. Вот, в принципе, что касаясь пособия, то было увеличено пособие по уходу за ребенком с 50 до 100 латов. Родительское пособие минимальное тоже выросло с 63 до 100. Да, вот, были уменьшены потолки на все страховые пособия в случае рождения ребенка, то есть материнское, отцовское и пособие по уходу за ребенком. Вот, с 11 латов, то есть раньше было эти, оно не превышало 11 латов, то применялся потолок 50%, а теперь если превышает 23. Вот, также, благодаря усилиям инсерфинансов уменьшен подоходный налог, насколько мы все знаем, и с 1 июля с 70 до 80 латов будет повышен необлагаемый минимум. Это не облагаемый минимум, а, получается, налоговое облегчение подоходного налога за ребенка. И Министерство образования также предоставило средства для приобретения учебных средств для ребенка, для второклассников также обеспечены питания. И также с 1 сентября предусмотрена поддержка для ликвидации очередей в детские сады. Хорошо, то есть все так очень позитивно. Вот, Александра, как вы оцениваете, вы почувствовали это? Вы родитель, вы, скажем, главный редактор журнала, можно сказать, очень родительского «Мамени Клубс». Ну, честно говоря, конечно, даже некоторые моменты я сегодня только услышала впервые, это значит, что я об них не знала. Но все зависит еще от возраста, конечно, в котором находится твой ребенок и что для тебя актуально. Но в целом, ну, такие, кто больше всего интересуется именно, что им там полагается, это дети младшего возраста, то есть родители вот этой возрастной группы. Самое большое достижение для нас в 2013 году – это два момента. Это то, что мамочки, которые получали 50 латв, ну, это самая минимальная, да, которые либо не работали, либо молодые латвы, нужны молодые мамы. Вот для них увеличилось с этого года в два раза пособие, то есть с 50 до 100 латов. И второй момент – это то, что в год государство нас больше так не бросает на 30 плюс 8 латов, а говорит, что мы до полутора лет обеспечиваем пособие в размере 100 латов в месяц, что тоже все-таки сразу существенно увеличило это пособие, то есть было 30. На 70 процентов, да? Да, то есть, ну, здорово. И вот это, наверное, самое-самое ощутимое, потому что налоговые льготы и так далее – это все очень здорово, но не всегда мы это чувствуем в своем кошельке. Угу. Есть ли еще какие-то нововведения, которые планируются в 2013-м, в ближайшем году? Да, именно вот касаясь, например, этого пособия, которое подчеркивает позитивно представитель Мамени Клупса. Как оно называется? Пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое оплатится. То в этом году планируется оценить возможности его дальнейшего повышения. И, в принципе, мы ждем исследования Международного банка, который предоставит нам информацию о определенной методике подсчета черты бедности, находясь за которой, допустим, семьи подвергаются особенному риску. То есть мы собираемся многие пособия процентуально как бы связать с этой черты бедности, в результате чего они вырастут еще. То есть пока мы не можем сказать конкретной сумме, например, там 130-140, ладно, но какое-то повышение, в принципе, можно ожидать в 2014 году. Конечно, все зависит от средств государственного бюджета. И, в принципе, все эти результаты, они будут представлены на демографическом совете, который произойдет в мае. И после этого, соответственно, можно будет ожидать каких-то политических решений. Вы приветствуете вот такое повышение или вы видите какой-то другой вариант поддержки этих семей? Ну, видите, мы всегда говорим о том, что денежная поддержка, она самая эффективная в том плане, что ты быстрее всего можешь лицезрить какую-то реакцию. Но у нас такая ситуация в стране, что мы настолько запустили эту ситуацию, что, конечно, такими вкраплениями денежными даже пусть, но они, во-первых, не столь существенные все-таки, да, согласитесь, хотя очень позитивно, что они есть. Мы не исправим эту ситуацию, поэтому решать ее, конечно, нужно комплексно, и помимо денежных каких-то моментов, нужно продумывать определенный план мероприятий, которые можно реализовывать в Латвии для того, чтобы Латвия считалась дружелюбной страной по отношению к детям и семьям с детьми. Это такое же взаимодействие с коммерческими структурами, которые можно призывать. Я не знаю, когда ты приходишь в банк, чтобы было, например, определенное место, где только для родителей с детьми вот здесь кнопочку нажмешь, и тебя быстрее там пусть. Например, да, или еще в каких-то госучреждениях мы могли бы показать пример, потому что даже когда ты идешь делать паспорт, то, в принципе, не всегда тебя с ребенком возьмут быстрее. То есть вот это вот такое немножко привилегированное состояние, хотелось бы его ввести, и это достигается не денежными вливаниями, а именно какими-то другими. Ну, я понимаю, что те же компании, что семья – это ценность и так далее, стоят денег, и, ну, это уже нужно решать, есть ли эти деньги, и стоит ли их тратить на это. Но главное – создать в стране вот такое вот другое отношение. Оно сейчас… А, ну, если не вы, где есть такие страны? Или это вот сейчас придумали все? Или это вы видели где-то реально? Вы про что имеете в виду? Про вот такое благожелательное отношение. Где есть такая система? Где есть такая система? В мире, что это такие страны? Не просто оно все существует на пособиях, на каких-то там отдельных взятых. А именно вот такое отношение, вот как вы говорили, насчет учреждений, вот очередей в госучреждении. Ну, это я сейчас придумала. Не, можно… Что мы можем взять за обратно? Возможно, это есть на самом… Ну, просто я не считаю, что это что-то такое сложное, просто в госучреждениях договориться, ввести такое правило, да, это политика государства, которая говорит, мы для детей делаем для семей, чтобы им было удобнее, да. А я знаю, что, например, в Турции очень хорошо относятся к детям. Наверняка у всех тоже наслышанно об этом, только стереотип, что там просто все так любят детей и так далее. При этом у нас есть мама, которая вышла замуж за турка, живет там, вот приехала недавно и рассказывает, что пособий там, в принципе, никаких нету, то есть нет такой денежной поддержки со стороны государства. Но ты себя чувствуешь там человеком, ты чувствуешь, что к тебе относятся. Там просто так любят детей, да, беспособен. Там любят, понимаете, да, вот я про то, что вот эта любовь, конечно, ее и за деньги не купить. И, конечно, насильно мил не будешь, как говорится, но нужно для этого создавать все условия. Ведь как у нас мужчины, завоевывают женщину, правильно, цветами, поступками и так далее. Так пусть государство завоюет сердце родителей. Очень продуманное предложение от маминю Клопс. Совершенно согласна. Максим, может быть, вы уточните, какую модель может быть, какой модели придерживается Латвия, и вот на какие страны мы хотим посмотреть, вот чтобы у нас что-то такое было? Нет, в принципе, я согласен, может быть, что вариант Турции, он тоже позитивный. Я, например, был не так давно на Мальте, там тоже очень позитивное отношение к семье и к детям. Хотя, в принципе, может быть, это можно объяснять какими-то именно различиями в менталитете и влиянием религии, потому что что в Турции сильное влияние мусульманства, так и на Мальте католицизма. У нас же, в принципе, доминирует такая достаточно традиционная модель семьи. Но важно отметить, что государство должно, конечно, стимулировать вот это уважение к семьям. И, допустим, вот как примеры могу упомянуть, что не так давно были введены вообще юридические понятия, как многодетная семья, то есть в законе о защите права детей. Сколько считается многодетная? Три и более. До этого не было нормативно, да. То есть она как бы фигурировала в публичном пространстве. То есть она, по крайней мере, дефинирована. Да, она дефинирована, и, соответственно, у самоуправления были написаны различные методические указания, что оно может и должно стимулировать различные средства вводить для многодетных семей. И, соответственно, многодетные семьи стали больше обращаться за информацией. Для них различные льготы появились, скидки на налоги. Например, для многодетных семей существует определенная скидка на пошлину при прохождении техосмотра, на дорожную пошлину. Потом, с 1 января этого года введена 50-процентная скидка на налог на недвижимую собственность для многодетной семьи. Ну и, соответственно, я думаю, что все... Ну, мне кажется, все равно как-то это хорошо, конечно, но все равно как-то скромно. Все-таки 3 ребенка, 2 детей... Это скромно. Я совершенно с вами согласен. Вообще, в принципе, считается так, что главная поддержка для многодетной семьи, это, ну, в нашем министерстве так считает, что это введение каких-то дифференцированных льгот за ребенка именно в налоговом плане для работающих семей. То есть, допустим, если сейчас льгота константная, то есть 70 или 80 процентов латов, то, в принципе, если семья имеет 3 и более детей, то эта льгота могла бы быть больше. Ну и, соответственно, раньше была достаточно такая внятная система семейного пособия до 2009 года, когда пособие повышалось в зависимости от количества детей. Сейчас оно, как бы, благодаря консолидации на какое-то время застыло в 8 латах. Ну, уже пора повышать, потому что мы уже из кризиса вышли, как нам все сообщают, и поэтому нужно... Соответственно, как бы в этом году мы собираемся расценить вообще возможности повышения, потому что достаточно пособие требует многих финансовых средств, то есть 30 миллионов, воиболее финансирование контингент, как сказать, очень большой, то есть более чем 300 тысяч детей. И тут важно упомянуть, что, в принципе, как вот дифференциация может быть в зависимости от количества детей, так и в плане, допустим, состояния дохода в семье. Потому что, например, когда международные кредиторы нас все время заставляли в 2010 году это пособие вообще платить только бедным, мы отказывались, потому что мы не хотели уменьшать все-таки круг получателей. А сейчас, когда у нас уже такого давления нет, вот мы собираемся дождаться этого исследования Международного банка и, в принципе, комбинируя различные средства, допустим, для семей, которые находятся за этой чертой бедности, повысить пособие именно в денежном плане, для работающих можно применять более, допустим, большие скидки на подоходный налог. Также есть другие средства, то есть мы собираемся расценить эти варианты в сотрудничестве с негосударственными организациями, и выбрать лучше. У нас есть звонки, пожалуйста, надевайте наушники. Слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро, Ваня. Доброе утро. Недавно посчастливился с очередной расчетом отцом, и я вот прошел через вот это вот с самого начала до родов ситуацию, когда сколько стоит гинеколог? Вы, пожалуйста, сделайте приемник потише, а то фон идет. Сколько стоит гинеколога, сколько стоит коляска, кроватка, род, роддом? Вот надо как-то немножечко, может быть, поменять и добавить финансирование. Ну, у нас как бы семья в плане того, что мы можем себе позволить на платные роды и т.д. и т.п. Но если посчитать на круг, то процентов, ну, я не знаю, ну, 60 людей просто подумают, нафига этот Лондон, как говорится. Зачем мне это надо? Потому что это такие деньги. Ну, более-менее приличная коляска, 4 стола стоит. Ну, ребят, все тут подпадает. Желание вообще плодиться и размножаться. Вот там бы где-нибудь государство помогло бы. А то в очереди в собесах для женщин с ребятами отдельно. Ну, так вон, максимум, есть отдельная очередь для родителей с детьми. Что-то поднял капон и фотку покупают. Так что безполезно. Лучше помогать именно на самом начале. Поддержки именно с медициной, с экипировкой. Вот там вот, наверное, есть смысл поработать. Спасибо. Мы продолжим сейчас через несколько минут после новостей и рекламы. Этот вопрос, он открывает другую немножко тему тоже. И ту, которую Александра затронула. Как раз вот этой системы. Мы уже как-то говорили в эфире. Помните, мы обсуждали восьмилатовые пособия. И как раз тогда очень многие наши радиослушатели говорили о том, что нам не нужно, может быть, там вот именно в денежном выражении. Дайте нам вот какую-то систему, вот такую вот льгот, не льгот, но вот систему мер, да, которая вот сделает привлекательным и процесс, так сказать, отцовства и материнства и все остальное. А четыре стола, да, тут машину можно купить, в принципе. Через несколько минут встретимся. Новости и рекламы на Болткоме. Мультимедийный информационный портал Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Два гостя в студии. Старший эксперт Департамента политики в сфере детей и семьи Министерства благосостояния Максим Иванов и редактор журнала «Мамени Клуб» с Александра Новак. Еще раз всем доброе утро. И напоминаю, телефоны прямого эфира 672-12-939 672-13-939 Мы говорим о детях. Сейчас еще немножко поговорим о нянях для наших детей. Но сначала хотелось бы прокомментировать вот ту тему, которая прозвучала перед перерывом на новости. Вот эта 400-латовая коляска, прозвездшая на всех впечатлениях, в том числе в нашем видеочате. Александра, может быть, вы? Я как представитель родителей могу подтвердить, что коляска действительно может стоить 400 латов. Но это очень-очень хорошая коляска. И это значит, что родители очень тщательно действительно подошли к ее выбору. Но, тем не менее, можно купить коляску и за 50 латов, и за 60, и за 100, и так далее. Я к тому, что все равно измеряется твоими возможностями в том плане, что если ты не можешь себе позволить, но у тебя есть ребенок, то ты ищешь просто те способы, как это получить. Есть многие сайты по обмену вещей. На мамином клубе точно так же можно вывесить объявление, что мне нужна коляска, подешевле. И можешь рассматривать самые разные варианты, какие тебе предложат. Плюс ко всему есть портал объявлений, на котором тоже очень много разной информации. Ты можешь там и одежду обменяться, или просто взять за шоколадку. То есть такие возможности есть. Поэтому утверждать, что всем родителям нужна коляска за 400 латов, и это тот потолок, или тот линии, ну такой какой-то минимум, все-таки нельзя. И можно и гинеколога бесплатного найти, государственного. Просто сейчас еще нужно понимать, что все то, что предлагает государство, это бесплатные роды и бесплатные гинекологи. Мы все воспринимаем как что-то некачественное, негативное. И желая самое лучшее для своего ребенка, для своей жены, будущей мамочки, мы, конечно, ищем такие варианты, которые, как нам кажется, если подороже, то они будут лучше и качественнее. Что, кстати, тоже не всегда бывает. Ну, еще один звонок. Примем, пожалуйста, надевайте наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Так. Пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Да, по поводу коляски. 50-60 латов – это какое-то польское барахло, которое развалится через два месяца. Это просто смешно. Ну, понимаете, кому-то смешно, кто-то не может за 400 латов. Но есть разные... Давайте не будем концентрироваться на коляске, мы уже вот вроде как прокомментировали эту тему. Тут, я думаю, дальше надо идти. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Хочу поделиться своим личным опытом по поводу отношений к детям. Ну, вот мы проехали практически все скандинавские страны, и вот отношения, которые там присутствуют к детям, но оно несоизмеримо с тем, что, допустим, вот, может быть, только в Эстонии, да, такое отношение, что если ты идешь с коляской, тебе просто, напишите, ну, первая рука. Такой же опыт, ну, вот, такой же вот, могу посоветовать, что где-то, если куда-то собираетесь ехать, возьмите с собой коляску. Особенно это касается скандинавских стран и Германии. Мы стояли вот в рейстах в очередь, очередь длиннейшая, ну, почти, что, как, можно сказать, с музолеем, наверное. И мы встали в конец озере. Стоим, пекло, ну, почти что 12 часов. Подбежал мальчик в этой очереди, говорит, вам здесь стоять не надо, идите сюда. Нас завели в специальную лифт, где подъемник, нас прямо уже подняли наверх, мы ничего не стояли. Вот такое вот отношение. Реально говоря, мы сэкономили, ну, вот эту вот очередь, которая стояла там около двух часов. Вот такое отношение. Спасибо. Ну, вот, да, вот это действительно пример. Хорошо, давайте еще обсудим тему нянь. Вот сейчас очень модная тема в обществе, все политические партии тоже пытаются как-то засветиться на этой теме. Что у нас планируется? Что сейчас нового такого в этом? Ну, согласно закону о бюджете на 13-й год, выделены деньги на государственные поддержки, которые будут направлены на ликвидацию очередей в детские сады в самоуправлениях. То есть, еще только будет, да? Еще она не направлена. Это будет введено с 1-го сентября. Ясно. И, в принципе, начиная с общего контекста, да, в принципе, дошкольное образование, это компетенция самоуправления, и с 2010 года в законе образования была определена функция, что самоуправления должны обеспечивать равный доступ к этим услугам всем детям с полутора лет. Но так как это, в принципе, не выполнялось, в силу и объективных обстоятельств, и субъективных, то есть, в некоторых самоуправлениях большие очереди, не хватает, допустим, инфраструктуры, или же наоборот, как в Риге, многие семьи едут в Ригу и регистрируют детей в Риге, и просто физически не хватает места. То есть, очереди были все время, хотя они уменьшались. И чтобы они уменьшались более резко, за последующие два года введена эта поддержка, она будет предоставляться частным детским садам или другим частным лицам, оказывающим услуги, например, службам нянечек или няням. Такие службы уже есть, или они тоже будут служены? Такие службы есть. Такие службы, например, есть в Лепы, есть служба нянечек, потом есть Кеково, недавно вела очень хорошую службу, это информационная база нянечек, которые проходят специальные курсы и регистрируются в Кеково. Но также есть, допустим, всякие порталы, например, Ауклы, где регистрируются нянечки как бы индивидуально. И мы, в принципе, пытаемся систематизировать эту систему. То есть, это пособие вообще с нуля создается, да? Да, его не было до этого, и поэтому оно сразу в размере до 100 латов. Да, будет предоставиться до 100 латов. А по какому принципу до 100 латов? Ну, я прокомментирую правила, которые разрабатывает Министерство оригинального развития. В принципе, получается так, что определена сумма, которую самоуправлению надо, надо фактически платить за ребенка, который находится в частном детском учреждении. То есть, это 130 латов. И если самоуправление платит меньше, то государство доплачивает до этой суммы. И в 2013 году, вот в этом году, это будет, в принципе, подарок самоуправлением, а в 2014-2015 годах будет специальный порядок регресса, где деньги, которые будут отданы на это, будут забираться потом у самоуправления, чтобы стимулировать их самими, своими средствами, в принципе, это все организовать. Но это же не подарок тогда, а долг. Ну, это да, подарок уже не будет в 2014-2015. Да, в 2015. Но, в принципе, главная цель – заставить их исполнять свою функцию. И схема будет следующая, что самоуправление обобщает, допустим, информацию о детях, которые стоят в очереди в конкретном самоуправлении и получают услугу у частного лица, юридического или физического, и отсылает запрос с конкретными фамилиями в министерство соответствующему. Пока еще не решено, кто именно это будет. И министерство передает деньги, самоуправление распределяет эти деньги. И, соответственно, как бы частный детский садик или нянечка, она уменьшает плату, согласно договору, за счет этой дотации. И, в принципе, не предусматривается порядок, что родителям придется какие-то справки, предоставлять или заявление. Все это будет решать самоуправление, представители услуг и министерство. От них, в принципе, требуется только единственное зарегистрирование. Но это только для тех детей, которые не попали в обычный детский сад. А не получится так, что родители захотят вот все в частный такой детский сад? Я думаю, что не получится в силу, во-первых, определенной системы оплаты. И все очереди туда уйдут, я имею в виду. Да, да, нет, я думаю, что не решатся самоуправления своего хлеба, как сказать, и детские сады. Все-таки, во-первых, родителям надо доплачивать за частный детский садик, потому что 130 лату будет гарантироваться. Во-вторых, качество многих садов самоуправления все-таки достаточно высоко. И, соответственно, я думаю, что это будет просто достойная альтернатива. Спрашивают нас в видеочате Ирина. Кто может получить эту дотацию? Любой человек или кто может стать няней? Вот еще вопрос такой. Значит, сейчас разрабатывается проект правил Кабинета министров, где будут определены различные квалификационные требования безопасности для няни. Но в основном могу сказать так, что, в принципе, этому человеку надо будет быть зарегистрированным в службе госдоходов, как самозанятому, или, допустим, как платежику определенного патентного платежа, что будет еще удобнее. Потому что, допустим, такая система, где человек платит 30 латов в месяц и застрахован определенным видом, ему больше, вне зависимости от получаемых доходов, ему не надо больше декларировать ничего. Второй нюанс, и надо будет задекларироваться в регистре, который мы специально сделаем. Регистр чего? Регистр нянь. Да, можем так его назвать. То есть, там будет задекларироваться в этом регистре, может быть, достаточно просто. Я думаю, что... Любой человек может там... Который соответствует требованиям, да, естественно. А требования в основном будут такие, что он не должен быть судим по определенным статьям, определенным законам о защите прав детей. То есть, в принципе, там любые уголовные административные статьи против личности, там не буду перечислять их всех. А за мошенничество? Я не смогу сейчас точно сказать. Я думаю, что за, допустим, вот касаясь административных нарушений, это преступления, различные правонарушения, скорее всего, которые нарушают честь и достоинство, неподобающее поведение. То есть, ну, вот такого. Ну, и за мошенничество, конечно, тоже, я думаю. А во-вторых, она... Чего дым она? Может, это мужчина? Да-да, извиняюсь. У этого человека, скажем так, должно быть соответствие... Должно быть, соответственно, педагогическое образование. Либо же она должна закончить курсы нянечек. Допустим, как в Кекове. То есть, курсы 158 часов. То есть, мы определим за... То есть, не надо там какого-то специального образования. Можно образование, а можно и без образования. Да, и мы, как бы, разрабатывая проект, хочу подчеркнуть, что мы советуемся очень сильно с, как бы сказать, реальными практиками. То есть, мы пригласили там целую делегацию из Кековы. Они нам сказали, что реально, что нереально исполнять для нянечек. Да, то есть, но мы не собираемся придумать какую-то такую сложную конструкцию, которую будет трудно исполнить. Александра, может быть, дополните что-то или прокомментируйте? Ну, я хочу сказать, что, ну, честно, я не очень верю в эффективность этого. Почему? Потому что, мне кажется, вообще, если и нужно было это вводить, то уже несколько лет тому назад, потому что... А сейчас поздно, что ли? Ну, потому что очередь действительно уменьшается, потому что... И не только потому, что что-то делается, а потому что рождаемость-то упала. И этот Кеков пришел сюда на 2008 год, и это те... Вот мой ребенок в три года попал в садик. Это тогда, когда были самые-самые большие. Сейчас уже говорят, что в садиках даже пусто, уже нечего и набирать. Но не настолько, видимо, раз мы все-таки сегодня здесь сидим и обсуждаем. Мамин клуб выступает за то, чтобы в первую очередь, конечно же, решались вопросы очереди в детский сад. Потому что это самое главное для родителей. То есть, они не столько хотят няню, сколько попасть в детский сад. Потому что там обеспечивается питание и развивающие занятия и так далее. Ты точно знаешь, как бы это... Ну, вот пакет услуг, который тебя там предоставляет. Если это муниципальный садик, то, конечно, это и цена достаточно приемлемая для семьи. Поэтому мы за то, чтобы все было сделано для того, чтобы очередь уменьшилась. Что касается нянь. Наши родители выбирают нянь все равно по знакомству. По рекомендациям. По рекомендациям. Потому что тебе надо доверить этому человеку своего ребенка. Регистр, ну, вот такой, да, который... Он, с одной стороны, ну, хорош, наверное, только для того, чтобы те действующие няни, которые уже пристроены, они там вписались и, возможно, получили какое-то, ну, вот, не знаю, там, денежное вот это пособие. Но, в принципе, я не вижу эффективности вот эту систему как решение какой-то проблемы и помощи. Потому что родители будут с недоверием смотреть. Должно будет пройти время, чтобы вообще вот эта система заработала, чтобы в нее поверить, чтобы она стала эффективной и так далее. Но все равно личное знакомство уже все решает, да. То есть ты можешь выбрать няню, ты с ней встретишься, и она тебе не понравится. И я думаю, что пока эта система вот так вот, она, знаете, набирает-набирает ход, пока она наберет ход уже очереди, естественной садикой не будет. Согласны? Частично. Я, во-первых, хочу сказать насчет рождаемости, что рождаемость все-таки будет расти в ближайшие пять лет. Псимист, максимум. Да, да, потому что, в принципе, чисто благодаря демографическим факторам, потому что сейчас все еще находятся, как бы, в активном и репродуктивном возрасте те женщины, которые родились во второй половине 80-х, и это очень большое поколение. То есть мы можем говорить о снижении рождаемости только через 5-10 лет. Во-вторых, в принципе, одна из целей была не только ликвидация через день, но и легализация этой рынка, потому что в основном все услуги получают нелегально. То есть мы заботимся не только о родителе, чтобы они получали качественную услугу, но, во-вторых, и о тех же и няне, чтобы они были зарегистрированы, чтобы они платили налоги, были социально застрахованы. Также, например, касаясь тех, кто закончил курсы, допустим, агентства занятости, ну, неизвестно вообще, где эти люди находятся, и у них нет официальной работы. То есть мы хотим, чтобы эти люди тоже были, грубо говоря, пристроены. И, соответственно... И под контролем. И под контролем, да. Я не вижу, как вы заставите этих людей, ну, как бы заставить это такое принудительное, ну, типа, как вы их мотивируете для того, чтобы они это стали делать, если 20 лет они этого не делали, и все это налажено. Я хочу сказать, что практика показывает, что если государство дает деньги, обычно человек начинает что-то делать. И, соответственно, пока это будет, допустим, на 3 года эти 100 латов, потом, соответственно, будет введена еще какая-то поддержка. Давайте еще звонок примем, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вот такая тема очень серьезная. Но в комментарии разрешите. Вот первое по поводу попередей, скажем, ну, на личном опыте там действительно что-то не в порядке. Например, дети, которые рождаются в первой половине года, могут даже особенно не спешить родителей с регистрации, они, скорее всего, получат место. А вот, которые родились после сентября, ну, мягко говоря, им просто не светит. Вот первый такой нечестный момент. Второй момент. Вот в Тековской области, например, там 4-6 садика, если не ошибаюсь. Ну, вот младшего ребенка регистрировали вместе с друзьями. Они даже немножко нас старше. Но они не указали приоритетный, скажем, садик. Один только садик указали, тот, который им удобнее. Мы указали несколько. Мы получили место, а они нет. Потому что садики все равно стали распределять эти места согласно там какому-то не совсем понятному принципу вот приоритета. Я поставил этот садик важнее, тот второй не важней. Ну, нет возможности родителей просто указать. Ему в любой садик вот в Тековской области. Это тоже такой момент. Потом касательно колясок тоже. Вы поймите, мужчина, который звонил, сказал, что смешно. Он все-таки имел в виду то, что вы предлагаете реальный вариант. Коляска это не будет служить. Опять же, по личному опыту. Мы за 300 латов коляску покупали. Из этой коляски выросло 2 ребенка. Мы сейчас ее подарим знакомым. Они благодарны. И коляска служит. Она стоила своих денег. Она как бы... Надо понимать все-таки. Хорошие вещи, они должны и служить, но они и стоят. Ну, так мы про эти коляски говорили. Только те, ну, на порталах, где ими обмениваются, их можно вот там уже купить за эти суммы. Ну, да, конечно. Да, спасибо вам большое. Еще хотелось бы два слова. Буквально последок. У нас уже время истекает. О тех мерах, которые планируются на следующий год. Вот когда мы уже, так сказать, славно вступим в зону евро. Может быть, так, тезисно, Максим, если можно. Ну, я, в принципе, их кратко уже упомянул. Да. Ну, вот еще резюме такой в конце. Это, в первую очередь, оценка возможности повысить пособие по уходу за ребенком. Возможность также работающим родителям получать пособие, которые воспитывают ребенка до года. Ну, это оценка ситуации пока только, да? То есть таких четких еще... Да, да, да. То есть конкретно мы не сможем сказать, мы сможем сказать только после мая, когда будет известен бюджетный средств. И также, в принципе, оценка эффективности системы семейного пособия. Александра, а вы что ждете? В конце прошлого года, когда вот утверждался накануне вот утверждение государственного бюджета, мы встречались в рабочей группе с министром благосостояния. И речь зашла тогда о том, что, возможно, вообще надо пересмотреть всю систему пособия в Латвии, сделать ее более эффективной, возможно, разработать свою модель. И мы до сих пор ждем какого-то созыва экспертов и рабочей группы. Я так понимаю, что это, скорее всего, тоже после мая случится, когда будет какая-то политическая воля известная. Мне бы хотелось, чтобы этот разговор все-таки начался, потому что, когда мы берем одно пособие, потом какой-то там про нянчика отдельно разговариваем, все время разговариваем про какие-то отдельные темы. Давайте все вместе встретимся и обсудим, как в Латвии выстроить свою уникальную систему, не оглядываясь, может быть, на опыт даже других стран, а сделать то, что мы можем сделать здесь для этих людей, которые здесь живут. Отношения государства и семей. Отношения и систему пособий. То есть, как они выплачивают, посмотреть, насколько это все эффективно. И чтобы это было, знаете, не за две недели до принятия бюджета, а действительно за полгода. И все проходило в таком умеренном темпе. И при этом, кажется, мог высказаться. И мы действительно нашли в итоге какой-то самый-самый конструктивный вариант, который действительно помог бы родителям здесь чувствовать себя нужными, а детям любимыми. Я надеюсь, что и политики, и чиновники, и родители услышат друг друга. Мы всегда рады предоставить какую-то площадку для обмена мнениями. У нас сегодня в гостях был старший эксперт Департамента политики в сфере детей и семьи Минблага Максим Иванов. Спасибо вам. Спасибо вам. И редактор журнала «Маминю-клуб» с Александром Новок. Спасибо и до следующей встречи. До свидания. До свидания.